Сейчас заявление президента по пенсии. Иначе с меньшей или большей интенсивностью на протяжении многих лет. И разные варианты предлагались. И когда меня спрашивали, и сейчас тоже спрашивают, какой из различных вариантов мне нравится, я и тогда, и сейчас могу сказать, никакой, мне, секундочку, мне никакой не нравится связанность с повышением возраста. Уверяю вас, и в правительстве мало таких людей, если вообще есть, которым это нравится. Почему? Да потому что это не может нравиться подавляющему большинству наших граждан. Имея в виду, что человек планировал выйти на пенсию, или отдохнуть уже, или выйти на пенсию, или продолжить трудовую деятельность, получать какие-то дополнительные доходы. А если это не состоится, то тогда, конечно, люди в этом ничего хорошего не видят. Ну, и действительно, так и есть. Но о чём говорят эксперты? Мы должны ведь основываться не на эмоциях, а на реальных оценках состояния экономики и перспективах её развития и социальности. Вот о чём меня говорят? Смотрите. Значит, молодым людям, может быть, это не очень интересно, но, тем не менее, это затрагивает почти все. О чём мне говорят? Вот решения по пенсионному возрасту были приняты, когда 55 для женщин выход на пенсию, 65 для мужчин. Это решения были приняты в 1956 году. Я попросил, и в правительстве подняли протоколы совещаний того времени, когда принималось это решение. Там написано, это можно даже почитать, опубликовать. Когда наши коллеги прошлых лет принимали это решение, они говорили о том, что по мере развития демографических показателей, по мере повышения продолжительности жизни, будет повышаться и возраст выхода на пенсию. Напомню, что тогда средняя продолжительность жизни была средняя – 67 лет. Значит, ну, ничего так и не было сделано. В 1995 году был предпринят очередной подход к этому веществу, если говорить спортивным языком, то есть, как, в общем, наверное, спортивно получил. Было принято постановление правительства Российской Федерации в 1995 году, по-моему, 790 даже называть. Можно его поднять и читать. Что там написано? Написано, что возраст повышать нужно, но нужно сделать это будет во втором десятилетии XXI века. Вот сейчас 2018 год. И мы, благодарные потомки, теперь должны принимать какие-то решения. Должны мы или нет? По большому счёту, можно вообще ничего не делать в течение пяти, шести, семи или даже, может быть, десяти лет. В принципе, нам хватит возможности обеспечивать поддержание пенсионной системы. Но что происходит и что будет происходить на ближайшую среднесрочную и отдалённую перспективу? Посмотрите, я говорил о среднем возрасте, ну, о среднепродолжительности жизни в 1956 году, в 67 лет. Сейчас у нас 73,5 в среднепродолжительности жизни. В следующем году будет 74,3. Прогноз, а он, скорее всего, достаточно точный, говорит о том, что к моменту завершения вот этого переходного периода для мужчин, это 2028 год, как предлагает правительство, средняя продолжительность жизни у мужчин будет свыше 75 лет. Средняя продолжительность жизни женщин на момент завершения переходного периода для женщин, это 2034 год, будет свыше 85 лет. Что это означает на практике? Вот, не будем углубляться на 50-е годы, но в 70-м году, по-моему, значит, на одного пенсионера приходилось 3,7 работающих граждан. Ну, пусть вас не смущают десятые доли в отношении людей, это статистические данные. Значит, сегодня уже на одного пенсионера два работающих. То есть, почти сократилось количество в два раза. Значит, по-другому можно сказать, что на пять пенсионеров происходит сегодня шесть работающих. И ситуация будет меняться не в пользу работающих, их количество будет сокращаться. И наступит момент довольно быстро, когда количество работающих сравняется с количеством неработающих и будет уменьшаться. И тогда, тогда либо пенсионная система лопнет, либо бюджет и резервные фонды, из которых мы сегодня финансируем пенсионную систему, либо это лопнет. Поэтому, конечно, сегодня у нас много проблем в экономике, но она стабильная, она развивается. И в целом есть большой запас прочности. И если думать не о сегодняшнем дне, а о дне завтрашнем, то, конечно, нужно иметь в виду все эти обстоятельства. Кстати говоря, даже к 2030 году, это прогнозные данные, но хорошо, достаточно просчитанные, время жизни после выхода на пенсию для мужчин будет свыше 15 лет, для женщин свыше 24 лет. Вы знаете, грустно говорить о таких вещах, но когда принимаете решения такого масштаба и такие чувствительные для людей, нужно оперировать конкретными вещами и реальными профессиональными прогнозами. Поэтому окончательного решения пока нет, прошёл только закон в первом чтении, в нём не принимаются никакие дополнения, поправки. Я, конечно, должен буду послушать все мнения, все точки зрения на этот счёт, посмотреть за дискуссией, которая будет разворачиваться, она может сейчас разворачиваться. Только, естественно, нужно слушать тех людей, которые не пиарятся на эту чувствительную тему для миллионов людей, а предлагают что-то вразумительное, здравое, руководствуются интересами страны и граждан. Почему ещё? Вот я вернусь к этим интересам граждан. Потому что ведь если совсем ничего не делать, и если дело дойдёт до каких-то тяжёлых последствий для пенсионной системы, либо для бюджета, из которого мы сейчас финансируем, то, во-первых, нам придётся всегда держать на низком уровне доходы пенсионеров. И они будут всё время пополнять число так называемых бедных людей. А мы должны повышать доходы людей для того, чтобы это число бедных у нас сокращалось. И потом вообще всё может лукнуть, как я сказал. И это может коснуться тех, кого сегодня может коснуться повышение пенсионного областа. То есть всё равно тогда просто сегодняшняя власть людей просто надует, и всё. Скажут, да, всё хорошо, потерпим ещё лет 5-7-10. А этим не закончится. Нужно будет всё равно принимать какие-то решения кардинальные. Ну какие? Ну давайте ещё раз говорю. Посмотрим, как будет дискуссия разворачиваться, всех послушаем, взвесим все эти позиции, точки зрения. Там много нюансов. Я сейчас не хочу в них вдаваться, сейчас не то место. Но будем относиться к этому самому серьёзному обществу. И к прежнему для того, чтобы обеспечить вот эти интересы наших граждан. И сегодня, и на длительную перспективу. И так, чтобы у нас была стабильная, надёжная ситуация и в экономике, в социалке, в том числе и в пенсионной системе. Ну вот это вопрос такой серьёзный, поэтому уж извините, это монолог.